Всем привет! Последнее время под практически всеми своими видео о макияже я получаю одни и те же комментарии насчет того, что макияж красивый, но вам такое никогда в жизни не повторить, потому что вы не умеете правильно тушевать, у вас не получается красиво тушевать тени. И сегодня я хочу поделиться с вами секретом успешной тушевки, как нужно тушевать тени для того, чтобы они настолько же красиво выглядели, как у меня в видео. И здесь в принципе никакого глобального секрета нет, в основном конечно нужно тренироваться, потому что если бы вы видели меня, я не знаю, год три назад и посмотрели на мои макияжи, посмотрели на них сегодня, то конечно вы заметите огромную разницу. Поэтому самое главное это конечно тренироваться, а не просто посмотрела макияж, забыла и сделала точно так же, как и всегда. Поэтому обязательно тренируйтесь, если совсем не получается, то тогда тренируйтесь тогда, когда вам не нужно никуда идти. То есть вы в выходной день сидите дома, вам нечего делать, смотрите телевизор, никуда идти не нужно, попробуйте растушевать тени. Это очень хорошая техника, которой я всегда пользовалась, и что касается конкретно самой тушевки, то если вы берете кисти, любые в принципе, я сейчас вот это все буду демонстрировать на обычной такой классической кисти для растушевки, самое главное это растушевывать вот буквально самым-самым кончиком кисти. Чем больше вы на кисть будете надавливать, тем хуже у вас будут тушеваться тени. Если у вас тени хорошего качества, какие-то дорогие тени, то скорее всего, как бы вы там не надавливали, у вас они растушуются в более-менее такое что-то нормальное. Если же у вас тени бюджетные или капризные, чем больше вы надавливаете на кисть, тем хуже у вас получается растушевка, и тем больше у вас все получается пятнами, полосами и так далее и тому подобное. Кисть, когда вы впервые берете кисть в руки и вы не умеете тушевать, лучше возьмите ее подальше за ручку То есть не берите ее вот так и не начинайте тушевать со всей дури, потому что ничего хорошего вы точно не сделаете себе Чем дальше вы берете кисть от основания, тем меньше вы будете на нее надавливать И старайтесь, когда вы кладете кисть, когда вы только набрали оттенок, первую точку ставьте туда, где тени должны быть самые-самые темные То есть конкретно в классическом макияже, это например вот эта вот часть, вернее внешнего уголка глаза, вот где-то здесь То есть как только набрали тени, сразу прикладывайте именно в ту точку, где у вас будет самый-самый темный оттенок Приложили, несколько раз потоптались и потом буквально еле-еле начинаете растушевывать этот оттенок Чем больше начинаете давить, тем хуже вы получите результат Чем меньше вы давите, тем меньше у вас елозит века, кожа не заламывается таким образом И получается, что вы распределяете очень равномерный оттенок Если вы начинаете давить, кожа века очень нежная, она начинает разные складки создавать И вы, например, кожа создала определенную складку, вы поверх этой складки начинаете тушевать И потом, когда вы уже не тушуете, когда не мучаете века, кожа опять распрямляется, складка допустим распрямляется И вы получаете, что у вас в этой зоне, где была складка, пробел вообще такой белый Если это с вами случалось, значит вы слишком сильно надавливаете на кисть То же самое относится как раз таки к тому, что тушевать тени лучше всего на открытых глазах По крайней мере, именно конкретно в этом месте, когда мы создаем тушевку в складке То лучше всего тушевать на открытых глазах Постарайтесь максимально расслабить глаза Вам не нужно морщиться вот так вот, вам не нужно как-то растягивать века Ни в коем случае вообще никогда не делать вот этих движений Там растягивать, подтягивать и так далее и тому подобное Потому что, когда вы отпустите века, ваш глаз опять-таки будет выглядеть, как он обычно выглядит И вся ваша тушевка, в общем-то, уйдет в никуда Потому что, когда вы натягиваете века, вы, естественно, поднимаете тушевку вашу И вам кажется, что вы тушуете как раз там, где надо Поэтому на максимально расслабленных веках Если вам нужно на закрытом уже, на подвижном веке что-то растушевать Тогда уже, понятное дело, закрываете глаз, тоже подтушевываете И, в общем-то, да, наверное, на этом я буду и заканчивать Потому что основные, как бы, техники я вам рассказала Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях Надеюсь, что я максимально понятно рассказала Но, по сути, по теории, мне даже больше вам нечего рассказать Дальше советую вам, тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь У вас обязательно все получится Может быть, не с первого раза Со второго, третьего или десятого или двадцать пятого Но обязательно все получится Поверьте мне, это не какая-то нейрохирургия Это всего лишь макияж Достаточно всего несколько раз потренироваться И все будет отлично Поэтому, если вам понравилось это видео И вы хотите, чтобы я и дальше продолжала серию Каких-то коротеньких видео с трюками С какими-то пояснениями С какими-то разбором теории, возможно То обязательно ставьте палец вверх Пишите об этом в комментариях Я обязательно все это учту и буду продолжать Тогда в том же духе И на этом буду заканчивать Увидимся с вами в следующих моих видео Пока! Я собираю, 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 собираю косметику А потом уже десять тысяч раз вам все показываю в макияжах И она перестает быть настолько актуальной Но сейчас вот я постаралась собрать именно то Что я вам, по-моему, еще не показывала Ни в одном из своих видео Потому что он настолько универсальный Что абсолютно все его могут оценить Независимо от привычек питания И давайте, конечно же, приступать Покажу вам, что вам для этого пирога понадобится Субтитры сделал DimaTorzok